Забота, внимание, помощь. Поддержка тех, кому сегодня трудно. Защита здесь. Социальная программа. В торжественной обстановке сотрудники социальной сферы, победители конкурса профессионального мастерства, получили награды за свою работу. Около 200 специалистов своего дела отметили праздник в кругу коллег. Добрые слова в свой адрес они принимали от представителей власти. Примите искреннюю благодарность за добросовестный труд, за человечность и терпение, доброту и стремление помочь ближнему. Я желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким, а также новых успехов в работе на благо оренбуржцев. В Оренбургской области в сфере соцобслуживания трудятся почти 5000 человек. Министр социального развития региона Татьяна Самохина отметила неоценимый вклад в общее дело каждого из них. Благодаря им более 700 тысяч жителей городов и районов получают помощь в любой жизненной ситуации. Работа соцработника это общение, общение с людьми, это помощь людям. Это очень важно, очень нужно и в этот день хотелось бы поздравить их с праздником всех наших работников замечательных. И рабочих бюро, и водителей, и руководителей наших подразделений, и всех-всех-всех сотрудников. Потому что все, кто работает в системе соцзащиты, они являются социальными работниками. Поэтому счастья всем, здоровья, успехов. Лучшие из лучших получили благодарственные письма и денежные премии. Среди них Ольга Малинкина. Она социальный работник из Орска. Уже много лет Ольга Васильевна, как самый близкий человек, приходит в дома подопечных. Приносит лекарства, убирает квартиру и находит время для разговоров, чтобы согреть одиноких пожилых людей теплотой своего сердца. Я считаю, что профессия очень нужная. Помогать пожилым людям это нужно. Для них это очень важно. Хорошо, что есть такая служба. В завершении праздника участники выпустили десятки воздушных шаров в цвет российского флага с единственным пожеланием, чтобы небо над головой всегда было мирным. Педагоги социально-реабилитационного центра «Надежда» в Новотроицке стараются сделать каждый летний день праздником. Для своих 12 подопечных они проводят экскурсии, инстанировки, которые запоминаются ребятам. Я в центре третий раз. Один из воспитателей Лариса Валерьевна. Она с нами занимается. Мы ходим в всякие мероприятия, она с нами проводит. Лариса Голубовская работает здесь уже 17 лет. Ее профессионализм был отмечен на уровне областного правительства. В этом году она стала лучшим воспитателем учреждений социального обслуживания и в День соцработника получила заслуженную награду. Как отметила Лариса Валерьевна, такие праздничные встречи помогают сохранять позитивный настрой и делиться им с детьми. Отучилась, пришла с дипломом, с корочкой, молодая. Ничего не знала. Потом пришло с годами. К детям привыкла. Работаю теперь в центре. Лариса Голубовская, равно как и ее коллеги, старается дать детям не просто знания, но и научить их жить в социуме, правильно общаться, вести себя и быть сильными. Центр для того и существует, чтобы помогать детям в непростой жизненной ситуации. Получают они у нас услуги социально-бытовые, социально-педагогические, социально-психологические, социально-медицинские, также социально-правовые. Срочные услуги оказывает наше учреждение. В центре дети находятся от 3 до 6 месяцев. Как считают психологи, именно этого времени достаточно для того, чтобы восстановить ситуацию в семье и вернуть ребенка к родителям. Социальные работники – это не просто профессия, это призвание. Сюда идут люди с доброй, отзывчивой душой. И чем искреннее и заботливее, тем больше благодарности в сердцах тех, кому они помогают. Ольга Матвеева – мама двух близнецов с диагнозом ДЦП. Один восстановился вполне самостоятельный, второму требуется серьезная реабилитация. Женщина признается, без социальных служб не справилась бы. Хочу сказать огромное спасибо социальной службе нашего города, Самухиной Татьяне Сергеевне, Жоровой Галине Ивановне, Акуловой Зое Валерьевне, социальному работнику Галине Николаевне. Большое спасибо за неравнодушное отношение к моей семье. Валентина Калиновская из-за тяжелой формы астмы совсем не выходит на улицу. Живет на 15 этаже. Соцработник Ирина, как и все ее коллеги, стала для одинокой пенсионерки родной. Вас с праздником всех поздравляем. Мы милосердием вашим дорожим. Во всем благополучия желаем. И за внимание вас благодарим. Ветерану Великой Отечественной войны Анне Тищенко 94 года не дашь. Моложавая, оптимистичная. К соцработникам требовательно такой характер. Но безмерно благодарна за помощь и поддержку. Вот без таких добрых людей мы бы не выжили. Успеха, добра и, самое главное, удачи в работе. Быть добрым – благо для человечества. Так говорят великие мудрецы. И наши соцработники своим примером это подтверждают. В России социальная сфера имеет богатую историю. Однако переходным на современную модель деятельности считается 91 год. Именно тогда начали появляться новые технологии, формы, методы работы. Большое внимание стали уделять подготовке специалистов. Сегодня эта служба – одна из жизненно важных. Профессия была признана 25 лет назад. Хотя, конечно же, корнями она уходит намного и много глубже. И социальная служба, она всегда была нужна. А сейчас, наверное, сегодня это особенно важно. Потому что люди, которые попадают в трудную жизненную ситуацию, должны быть уверены в том, что рядом есть те, на кого можно положиться, кому можно доверить свои секреты, кого можно попросить о помощи. Именно такие люди – добрые, отзывчивые, готовые прийти на помощь в любую минуту, работают в комплексном центре социального обслуживания населения в Южном округе Оренбурга. В профессиональный праздник они собрались вместе. Лучшие сотрудники получили не только благодарственные письма, но и приятный сюрприз. Это наша, так сказать, была творческая совместная работа коллектива, профсоюза, администрации. Мы считаем, что должен быть какой-то свой знак центра, который бы отличал сотрудников за их преданность избранной профессии. Мы решили, что доброе сердце – это то, что характеризует работу социального работника. Эльмира Касимова в системе социальной защиты работает уже 15 лет. Она специалист отделения реабилитации инвалидов. Подопечный очень любит ее. Активная, инициативная. Эльмира – автор множества интересных мероприятий. Так, участники клуба «Здоровье плюс», которым она руководит, путешествуют по Оренбургской области, посещают красивые места. Любят походы в парке, где можно подышать воздухом, пообщаться и восстановить здоровье. Несмотря на то, что наша работа достаточно сложная, наш труд ценится. В этом году мне посчастливилось быть человеком года. И, конечно, в этой сфере случайных людей не бывает. Приятно делать другим добро и получаешь удовлетворение от своей работы. В настоящее время в коллективе комплексного центра социального обслуживания населения в Южном округе Оренбурга более 300 человек. Суть их работы заключается в простых словах – милосердие, забота, внимание, поддержка, которые так необходимы людям каждый день. Субсидия – это дополнительная мера поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляется в соответствии с принципом адресности и нуждаемости. Право на субсидию имеют граждане с низкими доходами, независимо от наличия других льгот. Субсидия выдается сроком на 6 месяцев. Если расходы на оплату жилья и коммунальных услуг, рассчитанных, исходя из региональных стандартов, больше 22% совокупного дохода вашей семьи, вы имеете право обратиться за субсидией. Для отдельных категорий граждан максимально допустимая доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе снижено и составляет 12% для семей инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 15% для одиноко проживающих инвалидов, многодетных семей и семей, имеющих двух и более инвалидов. По вопросам оформления субсидии обращайтесь по указанным адресам и телефонам в Оренбурге. Субтитры подогнал «Симон»